Уже через два дня Россия отметит День Победы. Тем временем в Рязанскую область пришли именные открытки. С Днём Победы ветеранов поздравил президент Владимир Путин. Вместе с почтальонами ценную корреспонденцию вручала и моя коллега Елизавета Дорохина. К письмам с красным штемпелем и Георгиевской лентой на почте относятся особенно трепетно. Все они непременно должны найти адресатах в преддверии праздника. О, здравствуйте, Евгений Степанович! Поздравляем вас с наступающим Днём Победы! В канун Дня Победы почтальоны по всей области доставят более 32 тысяч писем с поздравлениями от президента Владимира Путина. Письма к нам доставляются с почтанты, очень строгой отчётности. Лично каждого поздравляем, вручаем. И нам за это как-то, знаете, вот эта улыбка до дракова стоит. Вручаешь и прям даже слёзы наборачиваются на глаза. Таких мало осталось, таких участников. На фронт Юрий Патраков не попал. Когда начались боевые действия, ему было всего 11. Но армия и ТЭЛ, как он считает, неразделимы. С первых же дней работал в колхозе для того, чтобы обеспечить страну сельхозпродуктами. Кстати, свою жизнь Юрий Степанович всё же связал с армией. И на войне побывал. Афганской. Поздравление с праздником Победы с нетерпением ждёт каждый год. От души желаю вам здоровья, благополучия и успехов. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Это очень волнующее событие, когда лично на квартиру почтальон приносит такие поздравительные поздравления. Это говорит о большой ответственности почтовых работников и о большом внимании к нам непосредственно ветеранам. По всей России таких поздравительных писем за подписью главы государства вручат около трёх миллионов. И впервые персональные послания будут доставлены ветеранам, проживающим в Крыму и Севастополе. Елизавета Торохина, Валерий Чикин, Вести, Рязань.